Значит так, учить мы будем Хайодом, Клал Куфмэм Хэй, 155 глава, это Дин Йоймакипурим. Клал Куфмэм Хэй, 155, Дин Йоймакипурим. Но прежде чем я начну по тексту идти, я хотел от Рыбцвияков Штайна быстренько пройти с Галохас, потому что есть такие Галохас, которые уже, ну, нам сейчас надо знать насчет вставок в молитвы, а мы это не успели пройти в законах Рожешона. То есть то, что к этим 10 дням, то, что к Асерас и Мейтшува. Я просто быстренько пройду самые, так сказать, а потом мы приступим к тексту Хайодом. Итак, если Гамела Хакодойш, значит, у нас, соответственно, 6 вставок в эти дни в Шмонесра. Зохрейну Лыхаем в первую броху, Михамойха Аварахамим во вторую броху. В третьей брохе Хакель Хакодойш меняется на Гамела Хакодойш. Потом в середине в Мелахо Гейв Дздо Коумишпот меняется на Гамела Хамишпот. В предпоследней брохе вставляется Ухсой Влыхаем Тойвим Колбней Врисехо. И в последней, в самом конце, в последней брохе, перед ее завершением вставляется Бесэйфр Хаим Брохавишолуму Фарносо Тойваны Зохирваны Косэйв Лифанехо Нахну Вахалам Хобей Сисроил Лыхаем Тойвимул Шолум. И потом некоторые говорят Борухату Ашем Хамево Рейха Само Исроил Башолуим, так как мы обычно говорим, то есть не меняется. И я так делаю, я говорю Хам Вореха Само Исроил, так как мы в течение всего года делаем. А есть, у которых меняется концовка, но причем это бывает и внутри Нуса Хашкина, бывают такие обычаи, бывают такие обычаи. Я придерживаюсь обычного литвацкого обычая, что мы говорим концовку обычную Хамево Рейха Само Исроил Башолойм. Но, значит, сейчас нужно поговорить быстренько, очень вкратце поговорить вот об этих вставках. Итак, если Хамела Хакодойш забыл сказать, да, и сказал Хакель Хакодойш, то Шмона Исро надо повторять. То есть, если поймал себя на этом до того, как закончил Шмона Исро, надо возвращаться к началу, потому что первые три брахи считаются как одна браха в этом отношении. И если возвращаться, нельзя вернуться к третьей брахе, можно вернуться только к первой. В остальных брахас Шмона Исро ты можешь вернуться там, если в пятой что-то или в шестой, можешь вернуться к той брахе. Но первые три считаются как одна. Возврат – это возврат к началу Шмона Исро. А если уже закончил Шмона Исро, то все равно надо перемаливаться. Даже если вспомнил потом, что неправильно сказал Хакель Хакодойш, надо перемаливаться Шмона Исро. Это самое серьезное, самое строгое из всех дополнений, изменений в молитве о Сарасиме Итшу в этих десяти дней раскаяния. Следующее. Захрейну, Захрейну Лыхаем в первой брахе, и Миха Мойха во второй брахе. И все остальные вот эти вставки, те, которые вставляются, да, Захрейну, Миха Мойха, Хсой Влыхаем, Бесей Ферхаем, вот они, если ты забыл их вставить, то не возвращаешься. Не повторяешь Шмона Исро и не должен возвращаться к тому месту. Так, поэтому большое отличие. Хамелла Хакодойш, если ошибся, если неправильно сказал, то надо возвращаться. Остальные вставки возвращаться не надо. Хамелла Хамишпот в середине Шмона Исро, там, где меняется Мелла Хойхейв, Доку Мишпот, в эти дни у нас меняется на Хамелла Хамишпот. Вот, если забыл, то не надо возвращаться. То есть, опять же, только Хамелла Хакодойш надо возвращаться. Значит, поскольку Роби Яковштайн говорит, Роби Цви Яковштайн говорит, что поскольку эти все халохас, там есть разные мнения, это махлойкес, то есть мы сказали, по какому мнению мы идем. Но вообще есть махлойкес, поэтому надо остеречься, чтобы этих ошибок не допускать, чтобы не забывать эти вставки и говорить все правильно. Значит, Авину Малкейну, которую мы говорим после Шмона Исре, и в Шахрисе, и в Минхе в эти 10 дней, ее можно говорить и Баехидус. То есть, человек, который молится в одиночку, дома или где бы то ни было, без Миньяна, он все равно может говорить Авину Малкейну. То есть, то, что мы открываем Сефер Тору, то, что мы, в смысле, мы открываем Арон Койдыш, это не значит, что вне синагоги, без Арон Койдыша нельзя это сказать. Нет, нет, это можно сказать и дома, и в одиночестве. Так, теперь, что касается еды. Написано, сказано, что человек эти 10 дней должен устрожить, чтобы даже то, что он не соблюдает в течение года, чтобы он старался соблюдать хотя бы эти 10 дней, даже если знает, что потом снова будет по облегчающему мнению. Так вот, это важно очень многие евреи, которые в течение года едят покупной хлеб, не холов, не, прошу прощения, не пассес-ройль, обычный хлеб магазинный, то в эти дни эти многие евреи устрожают и едят только пассес-ройль, то есть хлеб, выпеченный евреем. А если это, вот это Хидош, это Рапсвияков Штайн, говорит, если тебе нужно больше 18 минут, чтобы раздобыть еврейский хлеб, то есть вот у тебя в наличии есть нееврейский, а бежать за еврейским больше 18 минут, можно есть нееврейский. То есть желательно, предпочтительно в эти дни есть только еврейский хлеб. Теперь, всякие кейки, cookies, pretzels, то есть всякая другая выпечка, да, считается хлебом. То есть в этом отношении мы тоже устрожаем не только хлеб мы едим еврейской выпечки в эти дни, но и другую выпечку, как то. Пироги, пирожные, печенье, pretzels, это все считается хлебом. Теперь, паста, макаронные изделия не считаются хлебом, поэтому к макаронам, к лапше, к вермишели это не относится, они не должны быть пас из рояль. Это не пас, это не хлеб. Теперь, cereals, то, что мы в Америке называем cereals, по-русски это называется каши или хлопья, то есть есть hot cereals, есть cold cereals. Сейчас речь здесь идет и о том, и о другом. Они не обязаны быть пас из рояль, они не считаются хлебом и не должны быть пас из рояль. Ни манная каша, ни хлопья магазинные не должны быть пас из рояль. Так, значит, это не относится к холоб из рояль. Значит, рыбцев Яковштайн говорит, что если вы едите холоб стам, то есть O-U-D или там какие еще там есть значки, когда это не холоб из рояль, то к этому это не относится. То есть люди, которые устражают на хлеб, чтобы в эти дни есть только еврейский хлеб, они не обязаны устражать на молочное. Так, значит, мы должны в отношении других вещей тоже стараться вести себя более строго, и это не считается обманом. То есть человек, который знает, что он потом все равно будет по облегчающему мнению, тем не менее он должен стараться устражать в эти дни. Еще одно. В Бирказамозен, Харахамон, который говорят на Рошашона, Харахамон, Гуихадеша Лейну, Эзашона, Азойсла, Тойва, Велевроха. Много людей, многие продолжают говорить этот Харахамон и в эти средние дни между Рошашоной и Йомкипором. Для меня это Хидуш, я такого не говорил никогда, но вот Вребцви Яковштайн пишет, что многие люди говорят эту вставку в Харахамон и в эти дни между Рошашона и Йомкипором. Значит, следующее, что он говорит, это относится к тому шабосу, который уже был, поскольку у нас единственный средний шабос, шабос Шува, он был сразу после Рошашона. Но все равно я скажу то, что он говорит, что надо быть очень строгим в отношении этого шабоса, шабос Шува, и особенно не говорить о тех вещах, о которых не говорят в шабос. Значит, то, что называется не шабос герет, с этим быть очень строго в этот шабос. И еще те, кто обычно не едят милава-малка на исходе эмоций шабос, этот шабос должны остеречься, должны сделать милава-малку. Ну, для нас это уже слишком поздно, этот шабос уже прошел. Теперь, Капорос. Значит, двое и больше мужчин могут одним петухом сделать Капорос. То есть, ну, обычно мы действительно, каждый человек берет свою Капору, да, свою курицу. Но, вообще-то, два мужчины или две женщины могут на одну курицу сделать, два мужчины могут на одного петуха сделать. Беременная женщина должна взять и курицу, и петуха. Она же не знает, у нее мальчик или девочка. Значит, она должна взять две, двух, курицу и петуха. То есть, если у нее девочка, то эта курица будет из-за нее, из-за ее ребенка неродившегося. Если у нее мальчик, то тогда курица будет за нее, а петух за мальчика. Значит, еще Репсвияков Штайн говорит, что лучше не использовать деньги Масера для Капорос. Однако, если ты платишь больше за этих куриц, потому что деньги идут на цдоку, то тогда вот эту разницу можно добавить из Масера. Так, еще один интересный хидуш, что Капорос можно делать и на рыбу. То есть, так же, как крутят живую курицу, можно точно так же крутить живую рыбу. Я на самом деле не очень знаю, как рыбу узнать, кто там самец, кто самка, кто мужского рода, кто женского. Но я на рыбу не делаю. Многие люди следуют обычаю делать Капорос на деньги. Не на живую курицу, а на деньги. Я так и делаю. Я давно принял этот обычай, что я делаю Капорос на деньги. И тогда у меня не возникает вопроса, что я причиняю боль живому существу, то, что я делаю с курицей или с петухом. В общем, жалко мне этих куриц и петухов. Во-первых, делать на деньги это литва шаминок. Такой у нас литовский обычай. Делать на деньги. Это более хасидский обычай. Делать на живых куриц. Мне так проще, мне так легче делать на деньги. Значит, мы закончили с теми основными, так сказать, рошейпроким. Вкратце то, что Рэбцвияков Стайн говорит. Переходим к хайодам. Итак, Клалкуф Мэм Гэй, 155 глава. Дин Йойм Ха-Кипурим. Алэф. Йойм Ха-Кипурим. Лэйлой ки Йойма Лахалдовар. В Йом Кипур день и ночь одинаковы в отношении всех Галохас. То есть нет такого, чтобы что-то ночью запрещено, а днем облегчение. В Тишебов у нас есть такие вещи, которые до полудня мы устражаем, после полудня облегчаем. В Йом Кипур, весь Йом Кипур, все 25 часов Йом Кипура одинаковой строгости все. Укворка самнуши цорик лахойсив ойд мэхойл алла койдыш. И мы уже писали о том, что надо добавить от будни, от будней к святому. Но в Йом Кипур это особенно важно, потому что... То есть мы и в Шаббес стараемся начать Шаббес раньше. Почему женщины зажигают свечи за 18 минут до захода солнца, а в Ирушалайме, по-моему, за 40 минут. То есть в разных местах разные. У нас в диаспоре 18 минут в основном у всех. А чтобы добавить, мужчина тоже добавляет хотя бы 2 минуты. Но вообще правильно добавлять вот эти вот 18 минут или сколько-то. А в Йом Кипур это особенно важно. Почему? Потому что сказано мээрэв ад эрэв от вечера до вечера. То есть Йом Кипур начинается. И еще сказано, что бэййййм. Таануэс навшасэйхам бэййййм. То есть наши мудрецы сказали, что еще, когда еще хотя бы несколько минут дня осталось, нужно уже принять на себя запреты Йом Кипура. Вэхолши кэйнши бэййнашмошос осур. А тем более в сумерке, то есть между заходом солнца и выходом звезд, тем более все это запрещено. Потому что все эти вещи, это запрет корес. Корес это отсечение души. Хас вошел, а мне про кого-нибудь сказано. Так вот, запреты Йом Кипура, мы сейчас будем об этом говорить, наказание за них корес, отсечение души, это тяжелее, чем шабес даже. Шабес это смертная казнь, но душа человека попадает в будущий мир, в Ойломабу, в Ганейден. А Йом Кипура отсечение души хас вошел. Вэлохэн бэ ойд йоми конес лавэйс акнесес меутав бэвэгед ловэн веноки. Поэтому еще засветло, то есть еще когда день, то есть до захода солнца, человек должен зайти в синагогу, уже одетый в белое и чистое. Вэйсатэв бэ талэс бэ ойд йойм. И он должен в талэс завернуться. То есть, броху на талэс мы можем сказать только в дневное время, ночью мы не можем сказать. Поэтому он должен сказать, он должен закутаться в талэс и сказать броху на талэс, когда еще день. Гдэйши юхал лаварахалов, чтобы можно было сказать броху. Дэйн мэворхэнала цицэс балайло, потому что не произносят броху на цицэс ночью. Кима вуэр бэгилхас цицэс, как это уже было объяснено в законах цицэс. Умиколмокэм имлой нисатэв мебоидьёй мисатэв мишэха шэйхо бэлой брохо. Однако, если он не успел завернуться в талэс до захода солнца, то он должен завернуться в талэс после захода солнца, но уже без брохи. Бэйс. Ну, кстати, это то, почему мы назначаем начало молитвы, оно всегда до захода солнца. Ну, у нас в синагоге, например, кол нидри начинается в 6 часов, то есть за сколько-то минут до захода солнца. Есть одна, еще одна причина, которую я добавлю от себя, почему надо начинать до захода солнца молитву Йом-Кипра, потому что мы начинаем ее с кол нидрой, а кол нидрой это освобождение от обетов, а его можно производить только в будни. То есть кол нидрой должна начаться до захода солнца. Бэйс. Второе. Дворим гаасурим би Йом-Кипурим. Вещи, которые запрещены в Йом-Кипур, то есть основные запреты, собственно, запреты Йом-Кипура. Сейчас будут перечисляться. Их пять. Ахила, штия, рыхица, сихо, наила засандал. Ахила это еда, штия это питье, рыхица это умывание, сихо это намазывание, наила засандал обувание обуви, ташмиш амито, супружеская близость. Получается шесть. Ахила, штия, рыхица, сихо, наила, ташмиш. Получается шесть. А сказано пять. Потому что ахила и штия по еврейскому закону это одно и то же. То есть пять запретов надо считать так. Ахила, штия, один. Еда, питье, это один запрет. Рыхица, два. Умывание, это второй запрет. Сихо, умащивание маслом. Это третий. Наила засандал, надевание обуви, имеется в виду кожаные обуви. Это четыре. Ташмиш амито, супружеская близость, sexual relations. Это пять. Ве афал пи шикулана сурин лыда с гарбой поиски меа тойра. И несмотря на то, что все они запрещены по большинству галахических авторитетов из Торы, То есть это следует запрет из Торы, из прямого приказа Торы. И поэтому эти вещи, эти пять вещей, называются хамишо инуим. В Геморре они так называются. Пять, в Мишне даже. Пять изнурений. И все эти пять вещей мы учим из пасуков, про которые написано инуй. То есть про эти пять вещей где-то в других местах написано инуй, изнурения. Тем не менее, наказание Корас от сечения души только за еду и питье. То есть если человек, не дай бог, нарушает запрет умывания, запрет натирания маслом, запрет кожаной обуви, запрет супружеской близости, за это его душа не отсыкается. Только за еду. За еду и питье. Поэтому, поскольку это нет запрета Корас на остальные, нет запрет есть, нет наказания Корас на остальные вещи, Поэтому в отношении остальных вещей дана власть мудрецам разрешать то, что они считают, то, что видно их глазами. Кифиши нирэбэйнехамк. По мере того, как видно их глазам. Гиммал. Всякая работа, за которую хиев, за которую наказание в Шаббас, то есть всякая работа, за которую человек подвергается наказанию в Шаббас, он точно так же хиев в Йом-Кипур. То есть, если он за эту работу, или за этот объем работы, или за этот способ работы, если он будет за это хиев в Шаббас, виновен и подлежит наказанию, то точно так же, то есть тут закон одинаковый. Точно так же он будет хиев в Йом-Кипуре. И то, что в Шаббас у нас есть такое, мы учили Мишну в Шаббас, знаем это, что есть такое понятие потуравалосур, то есть какое-то действие, за которое он свободен от наказания, но эта вещь запрещена, то есть запрет есть, наказание нет за этот объем или за этот способ, то точно так же это будет в Йом-Кипуре. То есть в отношении запретов, ну в этом году у нас вообще совпадает Йом-Кипур и Шаббас, но здесь говорится про остальные годы, когда не совпадают. Значит, все законы запрещенных в Шаббас работ, они точно так же запрещены в Йом-Кипур, точно в тех же объемах, точно так же будет наказание хиев, хаев, не хаев, осор, не осор, все одинаково в Йом-Кипур и в Шаббас. Эл-эш-э-бэ-шаббас-дой-най-бэ-с-ки-ла. Разница только в том, что если в отношении нарушения Шаббаса он приговаривается к смертной казни через побиение камнями, в Йом-Кипуре, корос, а в Йом-Кипур наказание корос, отсечение души. Кидэ-х-сив, а? Корос, корос же мы сказали только на хилл-эш-ти. Так, прочитаем еще раз. Эл-эш-э-бэ-шаббас-дой-най-бэ-с-ки-ла в Йом-Кипуре, корос. А, видимо, нет, нет, это из хамиша и нуем. Да, мы неправильно поняли. Хамиша и нуем, пять изнурений, там только ахилл-эш-ти-э-бэ-корос. Но запреты работ, работы, запрещенные в Шаббас, они запрещены в Йом-Кипур, и в Йом-Кипур за них тоже корос. То есть корос не только за еду-питье, но и за выполнение работы, которая запрещена в Шаббас и в Йом-Кипур. То есть в Шаббас за нее побиение камнями, а в Йом-Кипур корос. Кидэхсив, да, это идет напрямую с Торы. Кидэхсив, как сказано в Ваикра Ковгимал, Вихол млоха венихресу анафешагим Исройл. В посухе сказано и всякая работа, и потом говорится венихреса анафешаги, и будет отсечена душа эта. Вихолше осерлы талтал бы Шаббас, все, что запрещено перемещать в Шаббас, осерлы талтал бы Йом-Кипурим, запрещено перемещать в Йом-Кипур. То есть мукцу нельзя передвигать в Шаббас, точно так же мукцу нельзя передвигать в Йом-Кипур. И точно так же, как нужно делать эйрув, эйрув, эйрувэй хацэройс, то есть то, что мы называем эйрув, там на самом деле есть разные эрувим, то, что мы в общем говорим эйрув, это имеется в виду эйрув хацэройс, объединение владений, объединение дворов. И тхумен, есть еще эйрув тхумен, когда человеку нужно идти больше, чем за 200 шагов за границу населенного пункта, то он заранее себе делает эйрув тхумен на Шаббас. То есть тоже законы одинаковые. Если нужен эйрув на Шаббас, то он нужен и на Йом-Кипур. Ках цорих льем Акипури. Далад четвертое. Афал гавды колши хуосурмя тойро. Несмотря на то, что любое количество запрещено из Торы, то есть еда о еде и питье пойдет сейчас речь, несмотря на то, что любое количество еды или питья запрещено по Торе, это запрет Торы, Тем не менее, наказание Корас только если съел или выпил определенное количество. Сейчас мы будем говорить, какое количество. То есть за один грамм не будет наказания Корас. А за сколько будет? В Талмуде приводится такой размер, что минимальное количество еды, за которое человек, не про кого-нибудь сказано, будет наказан отсечением души, это Здоровый финик. Есть очень много обсуждений, что такое вот здоровый финик, или это на одном дереве самый крупный плод. Сходится к мнению, что это вот такой вид, такой сорт фиников, которые крупные финики. И вот это размер, который запрещено, не то, что запрещено, запрещено любое количество. Но это тот размер, за который приговор Корас. Какой это размер, здоровый финик, немножко меньше, чем среднее яйцо. И этот размер, он одинаковый для каждого человека. Я забегу вперед и скажу, что вот тут интересные нюансы. Шиур-Ахилла, вот этот размер еды, он одинаковый для всех людей. А вот размер питья, он разный для всех людей. Вот теперь более подробно посмотрим. Значит, этот размер, то есть размер Кикойсеве-Загасо, крупный финик, он одинаковый для каждого человека. Бейнлы-Нанос, бейнлы-Ойг-Мэлэ-Хабошен. Как для лилипута, ну, эти самые, как это называется? Да, лилипута, карлик, вот, карлик это называется. Как для карлика, так и для Ога-Царя Бошана. Это самый крупный человек на земле был, самый великан большой, это был Ойг-Мэлэ-Хабошен. То есть для самого мелкого карлика и до самого гиганта Ога-Царя Бошана одинаковый размер вот этого крупного финика. Шекох-Киблу-Хазал. Так приняли Хазал. Это в Гемора-Йойма говорится. Это Мишна. Прошу прощения, это не Гемора, это Мишна-Йойма. Галохалы-Мойши-Мэсэнайдэши урой ништаны Микол и Сурэй-Тойра. Что так получил Моше на горе Синайд, такая Галохалы-Мойши-Мэсэнайд, Шеколы-Сурэй-Тойра, что все запреты Торы, Кехейлэв, Веддам, Вишарх, Хайовый Крисойс. Есть и другие вещи, которые запрещено. Есть и этот запрет карается Коросом, отсечением души. Как то Хейлэв, внутренной жир, и кровь. Это тоже и то, и другое, внутренной жир и употребление крови в пищу. Это все запреты Короса. Но там размер, это кизайс, размер маслины. То есть за внутренной жир и за кровь Корос наступает уже с размера маслины. А в Йом-Кипур, еда, еда Йом-Кипура, наказание Корос наступает только с момента крупной, когда человек съел размером с крупной финик. А вол би Йом-Кипурим кейван де лойк си влоше на хило. Поскольку в Йом-Кипур не написано ахилла, не написано еда, то есть там же у нас не так написано, там же там написано таану эснавшой сейхом, изнуряйте свои души. То есть мы уже выучиваем из этого таану, мы выучиваем, что ахилла, еда, это первая из этих пяти. Элэгойцы ха-косов ха-ахиллу милошин иной, что выводит, писание выводит, выводит Тора, это из того, что сказано иной, изнурение. Кмойши-косов, как это написано, там в Аикра, ашерлойсы уне, человек, который не будет изнурять, то его душа будет отсечена. Вики блухозал и приняли наши мудрецы благословенной памяти. Дебе похыс ми кой сэвис эйн, то есть там же это в Гемора Йойма, на Омудбейс, Дебе похыс ми кой сэвис эйн ми яше вода склол. Интересная вещь, что меньше размера крупного финика голодный человек не то что не насыщается, ми яше вода, то есть человек от сильного голода у него как бы сознание помутняется и легче ему не становится от еды меньше, чем большой финик. Афилу линанос а дайн гуми уне, то есть даже карлик, если он съест меньше, меньше крупного финика, размер еды, любой еды, меньше крупного финика, то он все равно голоден, он все равно терпит страдания, все равно он ми уне, он истязает себя, даже если он истязание продолжает, то есть изнурение продолжается. Убек кой сэвис ми яше вода склол, а филу лу ойг мэллахабошин. А начиная с размера финика, ишу вода, вот это ми яше вода, что человеку сильно голодному станет чуть легче, даже великану размером с ойг мэллахабошин. Вэхол хаохолин. То есть здесь речь идет не о насыщении и не о чувстве еды, а то, что ему стало легче, то, что изнурение закончилось. Если он съел размер, размер большого финика, то он уже не изнурял себя, он уже прекратил изнурение. Все виды пищи объединяются в этот, в этот. То есть если он съел там немножко хлеба, немножко мяса, то это все равно объединится в этот размер. Лишь бы эти вещи были годными в пищу. То есть если он съел что-то, если он бумагу жевал там, промокашку ел, не знаю, что-то ел, что несъедобное, это ему не засчитывается, это не присоединяется. То есть если он съел, допустим, кусочек хлеба меньше, чем финик, и сжевал лист бумаги, то нет, это не будет больше финика, потому что съедобного там было меньше финика. Ава лохолин ше эйнан руин лохило. Эйн хайовен алейен корес. Те виды пищи, которые те... Нет. Ну да, он говорит ахолин, он говорит виды пищи, которые негодны в пищу. То есть получается немножко тавтология. Тем не менее. Значит, то, что непригодно в пищу, Эйн хайовен алейен корес. За такие вещи не наступает наказание корес. Вахилу штийо эйн мит старфин. А еда и питье не объединяются. То есть все виды еды объединяются в этот размер. Но еда и питье не объединяются. Эй. Пятая. Пятый параграф. Охол выхозер вы охол. Если он чуть-чуть съел и через минуту съел еще немножко. Минута здесь не сказано. Это я добавляю. Если он съел и через какое-то время съел еще. И мешь... Меньше, чем этот шив. Да. Например, он съел размером с половину финика и потом через какое-то время добавил размером со вторую половину финика. Да. То есть суммарно больше. Да. То есть какой промежуток, какая пауза между едой и едой сделает так, что у него другой финик начинается. Понимаешь, да? Образно говоря. Когда начинается... Когда он уже не получил наказание за прошлое и может, не получив наказание, съесть еще кусочек. То есть может, ничего не может. Но это нам все равно будет важно, если мы будем говорить о больном человеке, о спасении жизни и так далее. То есть... Не о спасении жизни. Спасение жизни можно есть сколько угодно. Все. Но вот если больной или роженица, или кормящая, или... И так далее. То есть вот в этих вопросах дальше нам понадобится знать, какой промежуток, какая пауза между едой и едой объединяет эти две еды в одну. Им ешь метхилас ахилла решой, но отцой фахилла охройна, где яхиллос прос. Если между первой едой и второй едой был промежуток времени, достаточный, чтобы съесть прос, прос — это пол буханки хлеба, пол буханки толмудических времен. То есть такие буханки, которые были во время Талмуда, такие булки, которые были во времена Талмуда. Вот половина, хотя прос — это кусок, но юридически мы смотрим половину. Митсторфен. Тогда это то есть если... Итак, нас интересует час, ни количество, ни объем, ни масса. Нас интересует время. Сколько минут надо человеку, чтобы съесть вот эти пол буханки. И вот это время мы будем рассматривать как? Вот это время, которое называется «кдэй ахиллос прос». И, между прочим, в других законах нам в разных законах понадобится вот это «кдэй ахиллос прос», не только в отношении Йомкипора. Поэтому его важно выяснить. «Митсторфен». «Митсторфен». Тогда объединяются. «Вейм лав», а если нет, если прошло больше, чем вот это время, необходимое на то, чтобы съесть пол булки, пол буханки, вот этот прос. «Эйн митсторфену поттер». Тогда это не объединяется, и он свободен от наказания корос. «Вейшиур ахиллос прос». А сколько же это минут? Сколько времени вот это вот «ахиллос прос»? То, что нужно, чтобы съесть вот эти пол буханки. «Еш оймрим арба бейцем». Есть говорящие, что это четыре яйца, то есть время, необходимое для того, чтобы съесть четыре яйца. Мы же не знаем, какие булки были во времена Талмуда. Поэтому мы не можем «Половина этой булки». А? «Ну, это более половина еще». Да, нет, ну, половина, допустим. Если мы знаем, что булка была там размером такого-то, то мы будем знать, какая половина от этого размера. Но мы не знаем. Так вот, есть два разных мнения. Есть говорящие, что этот прас – это размер четырех яиц. «Вейш оймрим шолож бейцем». Есть говорящие, что это три. Три яйца. Так, можно подумать, что три-четыре яйца можно за минуту, в принципе, съесть, если они уже очищены. Да, но здесь имеется в виду объем. Это объем четырех яиц, переведенный в хлеб. Сколько хлеба ты съешь за это время? То есть, на самом деле, это еще больше, это еще меньше. То есть, хлеб быстрее ты ешь, чем яйцо. Мне так кажется. Так вот, я посмотрел разных, разные мнения, и мнения довольно сильно разбросаны. Итак, мнение Хаза Ниш, что этот «Гдэй Ахилла Спрас» – это две минуты. Теперь, мнение Рэбмойши Файнштейна, что это меньше трех минут. Он не говорит «на сколько», он говорит «похойс, мишолыш, дакойс». Это Рэбмойши Файнштейн. Теперь, Оруха Шулхан говорит, что это четыре минуты. Итак, к этому мнению присоединяются многие о хрониме. Теперь, есть еще мнение Хосом Сойфера, самое облегчающее мнение. Это мнение Хосом Сойфера, который считает, что в отношении, допустим, в отношении больного можно облегчить до девяти минут. то есть, мнение Хосом Сойфера на облегчение для больного, что можно пойти на девять минут. И, наконец, пятое мнение, что это четыре с половиной. То есть, это тот же самый Рэбмойши Файнштейн, который сказал, что меньше трех минут, но в отношении больного он готов пойти на облегчение, в игре с Мойши говорится, что четыре с половиной. Итак, у нас получилось, что разброс довольно большой. Чем дольше времени, это больше устражение получается, а не облегчение. Да, ты прав. Ты прав, действительно. То есть, если он, допустим, он ест маленькими кусочками больной, да, то ему надо ждать две минуты или девять минут. Да, 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 ты прав, ты прав. То есть, действительно, я неправильно сказал, действительно, тогда получается, что Хосемсойфер это как раз устражение, а не облегчение. Тогда Хазеныш получается самый облегчающий. Но, хорошо, по крайней мере, мы сказали, на самом деле, что я хочу сказать. Мы сейчас учим Хайодам. если у нас возникнет такая ситуация, надо идти кровину и спрашивать. Но мы знакомимся сейчас с Галахой. И надо понимать, что среди поиски, среди охраним есть разные мнения, что такое бихдей ахилла спрас. И это две минуты по Хазеныш, это меньше трех минут по Рыбмойше Файнштейн, это четыре с половиной минуты, это четыре минуты по Орухашулхан. Это все наши литовские мнения. И Хазеныш, и Рыбмойше Файнштейн, и Орухашулхан, это все литваки. А Хосомсойфер нет, Хосомсойфер это пойлише. И опять же, значит, Хосомсойфер это девять минут, и опять же, Играсмойше, тот же сам Рыбмойше Файнштейн, Играсмойше приводит мнение четыре с половиной минуты. Интересно, что этот же Шиур Бехде Ахилла Спрас, если я не ошибаюсь, он же у нас работает и в отношении во время Хупы, во время Несуин, во время свадьбы. Жених и невеста должны находиться в закрытой комнате Ихуд, и должны стоять два свидетеля снаружи. Сколько по времени? Но там, нет, там я, скорее всего, ошибаюсь, там, там Нигде Ахилла Спрас. Но, например, во время Пасхального Седора у нас есть Бехде Ахилла Спрас, да, нам Лыхадхила надо съесть Кизай с Мацы во время Пасхального Седора за вот это время, за Бехде Ахилла Спрас. То есть, нам надо торопиться. Да, там, вот там девять минут это облегчение, а две минуты это очень большое устрожение. Ну, по крайней мере, я просто сказал, что у нас и в других вопросах, что это Бехде Ахилла Спрас, нам важно знать не только в отношении Йомкипора, но и в отношении других, других разных вопросов. Так, Шиурштия размер питья. То есть, мы говорили Ахилла. Да. Придите, как вы перейдете на новую на новую тему. Такая интересная Авора. Значит, он же сказал, что еще для Ахилла Спрас, начинается это с начала первой Ахиллы и с концом второй. Так, да. То есть, у нас еще есть примерно половина этого времени. Нет, 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 нет. Это не с начала первой Ахиллы до конца. Наоборот, это с конца первой Ахиллы до начала второй. То есть, я подумал другого Ахиллы. Но вообще вопрос интересный, вопрос интересный. Так, надо задуматься. Это с начала первой до конца второй или между ними? Так, 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 так. начало охал выхозыр, да, да, охал выхозыр 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 ел, а потом снова ел. Имиеш митхилла с Ахилл, да, ты прав. Имиеш митхилла с Ахилла решойна отцой в Ахилла Ахилла. Да, ты абсолютно прав. Это время от начала первой еды до конца второй. тогда они объединяются. То есть, это еще, то есть, если это две минуты, то тогда это очень мало. Если это девять минут, тогда, тогда это, в общем-то, да, ты прав. Это от начала первой еды до конца второй. Так, Вов, шестой шестой параграф Шиурштия Лаисхаеволов Значит, какой же размер питья, какой объем жидкости нужно выпить в Йом-Кипур, чтобы наступил Хиев-Корос, чтобы было наказание Корос. Киблухазал приняли наши мудрецы Кимлой-Лугмов как размер глотка. В скобочках он говорит Лойцелоймар Млой-Пив. Имеется в виду, сколько в рот помещается. Вэлой-Млой-Лугмов Мамаш. А не размер не собственно глоток. То есть, не глоток, а определенный Шиур, который называется Кимлой-Лугмов. Эл-О, Гдэй-Ши-Исал-Кенулы-Цадэ-Ход-Бифив. Вэ-Ира-Кимлой-Лугмов. Оказывается, это не размер глотка, это сколько он может набрать в рот и на одну сторону, то есть, в одну щеку поместить. Вэ-Зэ-Эй-Ной-Шовы-Лыхолодом. А вот тут интересный момент, это не одинаково для всех людей. То есть, там мы говорили, что это размер этой большого финика, одинаково хоть для карлика, хоть для великана. А здесь нет. Здесь у каждого человека свой размер млой-Лугмов. То есть, насколько ты за щеку можешь воды набрать. И дальше мы до этого, наверное, не дойдем сегодня, но дальше он говорит, что до Йом-Кипура человек должен измерить, сколько у него. То есть, он говорит, что надо, там, где он будет говорить насчет подготовки к Йом-Кипуру, там, где он будет говорить, что нужно свой сидур проверить, чтобы знать, где там что, чтобы не путаться и чтобы в сидурах в некоторых какие-то отсылки отсюда туда, оттуда сюда. Иногда какие-то вещи пропущены, которые повторяются. Молится, молится человек шмонесар, а там вдруг бац, и мой дим нету, потому что она каждый день, и поэтому в Йом-Кипурном махзоре нету или рцей. Но у нас-то обычно мы нормальными махзорем сегодня пользуемся, где все напечатано. Но вот там же он говорит, что надо, чтобы человек на всякий случай проверил, какой у него млой лугмов. Но для каждого человека меряют в отношении этого человека. Большой человек по его большим размерам и котен по его маленьким. Маленький по маленькому. И так же здесь в отношении питья в Йом-Кипур у нас во всех остальных вопросах, где питье в Галахе, там идет рвиз. Размер, то есть кидуш в шаббас, да, нужно выпить вина размером с рвиз. рвиз. Опять же, есть разные мнения, или это 86,5 грамм, или это 140, или 160, с чем-то. Разные. Но там рвиз. В других вопросах алохических в отношении жидкости обычно идет шивур по рвиз. А здесь не рвиз, здесь Млой Лугмов. Вот это сколько он может набрать в рот и за одну на одну сторону поместить у себя во рту. Элаше кейн алохала мойше мисинай. Такая алоха была дана мойше на горе Синай. Что так получено. У нас есть много законов, которые называются алохала мойше мисинай. Вот так оно сказано мойше и почему тфилин черный обязательно. Потому что такая алохала мойше мисинай. И то же самое здесь. В отношении питья в Йомкипур алохала мойше мисинай. Так было дано Моисею на горе Синай, что вот это Млой Лугмов не рвиз в Йомкипур, не размер вот этого стаканчика кедушного, а Млой Лугмов. Сколько он может набрать в рот? Шиколадам мисьяшев дай тойкцас бемлой лугмов шилой. Потому что человек, опять же, мы идем на то же самое, человек, который очень голоден, изнурен голодом, размер вот этого глотка, он человека успокоит, не насытит, а успокоит. то есть, человек, который выпил воды размером с Млой Лугмов, вот его собственный размер, сколько он может набрать в рот и за одну щеку поместить, вот этим количеством жидкости у него прекращается пост, изнурение прекращается. Вегу похоис мервиз беодам бейнони. И у обычного человека этот размер меньше, чем рвиз, меньше, чем кедушный стаканчик минимальный, 8,6,5 грамм или там 150. Этот размер Млой Лугмов, он гораздо меньше. Вэхол хамашкин митстарфин Млой Лугмов. Все жидкости объединяются в этот размер Млой Лугмов. Лишь бы они были годны для питья. То есть любая жидкость годная как питье, она присоединяется, объединяется в этот размер. Зайн. Тормозную жидкость можно пить сколько влезть. Да, тормозную жидкость не то, что можно пить. По закону Торы запрещено пить тормозную жидкость, потому что сказано сохраняйте души ваши, то есть нельзя делать вещей, которые вредны человеку, губительно для человека. Но тем не менее за тормозную жидкость он не будет, корос не будет за тормозную жидкость, потому что она непригодна к питью. Шосо ме ад ве хозер ве шосо ме ад. Выпил немножко, а через какое-то время выпил еще немножко. То есть по аналогии с тем, что мы в гей, какой нужен временной промежуток, чтобы первое и второе питье объединились. Им ешмитхилосштия решойна. От начала первого питья, как ты правильно как ты правильно мое внимание обратил там. От начала первого питья от соевштия ахройно гдэйштия срвиз. От начала первого питья до конца второго питья должно пройти гдэйштия срвиз. Время достаточное для того, чтобы выпить рвиз. Опять же мы к этому рвизу. То есть размер минимального кидушного стаканчика, да, скажем, грубо говоря. Вообще рвиз это рвиз, это определенный объем, мера объема. Митсторфен в хаев. Тогда эти два питья, если между ними или вместе включительно, да, если за все это время прошло время достаточное для, время необходимое для того, чтобы выпить рвиз, то тогда хаев, тогда он будет нести наказание корос. Не про кого-нибудь сказано. А если нет, если не прошло, если прошло наоборот достаточное время, больше этого, то тогда они не объединяются. А есть мнение в халахе, что в отношении питья точно так же, как и в отношении еды, это время к дэй ахила спрас. Вот это вот две минуты или три, или четыре с половиной, или девять по разным мнениям. они устражают очень сильно. Да, 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 конечно, то есть получается, что это гораздо строже. Да. И на самом деле я такое слышал от раввинов, которые так мы пасканан в отношении больного человека, человек, которому по состоянию здоровья нужно выпить воды, мы говорим пусть он чайной ложкой, пусть он возьмет чайную ложку воды, проглотит и через девять минут возьмет другую чайную ложку воды. То есть мы стараемся устражать таким образом, что даже больной человек, которому необходимо вода, необходима жидкость по состоянию здоровья, чтобы он чайной ложкой и через девять минут, чтобы он выпил вторую чайную ложку. То есть по чайной ложке с интервалом девять минут. Чайная ложка это гораздо меньше, чем лой лугмов, да, но зато он наверняка не нарушает ни не не хаев. То есть если он больной, то он наверное не нарушает. Ладно, это мы потом будем. Не будем забегать вперед насчет больных. Хэс, восьмое. Мутер лига лига бохом. А? Дай Бог нам быть здоровыми, чтобы не знать все эти шиуры. Нет, ну шиурим надо все равно знать. Халоху надо учить и знать. Будем надеяться, что если у нас какая-то ситуация, то у нас в доступности есть раввин, у которого можно спросить и мы поступим по тому, как скажет раввин, что нам не придется самим принимать такие решения, но на всякий случай эти законы нужно знать. Хэс, восемь, восьмой параграф. Мутер лига бохолена Машкин. Можно прикасаться к идее питью в Йом-Кипр. Почему? Мы могли бы сказать, что это мукца. Раз нельзя есть, значит, нельзя прикасаться. Или мы могли бы сказать, что должно быть устрожение, точно так же, как нельзя прикасаться к жене, когда она нида. Или нельзя иметь хомец в доме в Песах, потому что почему мы запретили? Потому что вдруг он найдет и захочет съесть. Мутер лига бохолена Машкин. Можно прикасаться к еде и к питью в Йом-Кипр. Литэн лактаним, чтобы дать малышам, детям. Вилой хайшинан шэма йой халвайишта. И мы не опасаемся, а вдруг он потеряет рассудок и съест и выпьет. Почему? Потому что страх перед нем суда на нем. Йом-Кипр человек боится нарушить, потому что он под судом. И страх Йом-Кипра на каждом евреи. Теперь мы закончили с едой питьем. Переходим к другим запретам. Сколько мы успеем сегодня, я не знаю, ну. Тес девятый параграф. Исур рыхица. Это тоже очень важно знать. Бэйнбэхамин бэйнбэцойнан запрет умывания как холодной водой, как горячей водой, так и холодной водой. Вафилу лхойшит этзбоой бэмайм осур. Даже палец опустить в воду запрещено. В им хою йодов ой ой раглов, ой шаргуф ой мэлухлах бэцит ой бэцоя ой шэнотов дам мэхоэт мой. А если были его руки или ноги или другие части тела запачканы глиной или испражнениями или у него кровь текла из носа. мутар лы рогцам можно помыть. Шилой осру элэ рэхи цэ шэлтанук потому что запрещено по закону Тора запрещено только умывание которое для удовольствия. Там же изнурение важно, да? Изнуряйте ваши души. Вот эти пять изнурений. Но если удалить грязь, то это не нарушает изнурение. Умикол мокэм изогэр шло йирхац элэ мокэм хамит тунав билват. Тем не менее он должен быть осторожным, чтобы помыть только запачканное место. Юд 10. Микол мокэм мутар лыр хоть съедав бешахар и самовар ахал на тела съедаем. Тем не менее можно утром поливать на руки воду и сказать броху ална тила съедаем. То есть он говорит о том, что мы наидиши называем наглвасар. То, что утром по пробуждении мы поливаем из кружки правое-левое, 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 для того, чтобы удалить дух нечистоты. Вело и хавен ла ноа. Он же это не для удовольствия делает, не до пользы своей. Рак ла виру ах роми на йодаем. Только для того, чтобы удалить дух нечистоты со своих рук. Вейзогейр шелой елэ адсой в кишрей этзбо ойсов и должен остеречься, чтобы не поливать воду дальше, чем до костяшек пальцев. То есть поливать только на пальцы, а не на ладонь. Там, где пальцы присоединяются к ладони, вот эти суставы, вот до этого места можно поливать вот это утреннее омовение рук наглвасар. На идиши наглвасар вообще означает ногти. Нагл это ногти на идиши, да? Но уже так называется. И мы поливаем не на ногти, а мы поливаем на все пальцы. Ну и обычно утром мы поливаем и больше, потому что нет никакого запрета. А в йомкипур надо остеречься, чтобы утреннее омовение рук делать только до вот этих суставов, до первого сустава пальцев. Дэго эйной мутар элэмишумлахави руахро. Что это разрешено только для того, чтобы снять дух нечистоты, удалить дух нечистоты. Дэгавэй кимилухлахбецоя. Потому что этот дух нечистоты, он как будто его пальцы испачканы в испражнениях. Умокэм шрия затума эйнарак алха этзбо ойс билвад. И вот это то место, где остается дух нечистоты, когда человек пробуждается утром, это только на самих пальцах. Им хитиль ма им вишив шейф. Если он мочился и вытер рукой, у миколши кейнгши осад сроха в викинах. И тем более, если он опорожнял кишечник, то есть по-большому ходил, и вытер рукой. А раньше туалетной бумаги не было. В Талмуде говорится о том, что камешками вытирали или водой, там, кружкой воды, рука. Мутер лырхойц колаем. То в любое время дня можно помыть руки. Что это как будто в испражнениях испачкан. Если он хочет молиться, то можно, даже если он не вытирался. То есть перед молитвой он точно также может может пальцы омыть водой тем не менее правильно если он мочится вытереть пальцами и тогда он по любому тогда он будет ему разрешено будет по всем мнением то есть чтобы выйти из этого сомнений из этого махлокиса этого разных мнений лучше вытереться и все эти омовения они тоже только пальцы только сами пальцы до костяшек какой ганим ше ойлин ладухан а когда кой ганим перед тем как взойти на духан перед благословением кой ганим они омывают руки и я как лэйви тоже это в этом участвую я им поливаю на на руки так вот им поливают на всю руку то есть до запястья и пальцы и ладонь омывают кой ганим это исключение ютбейс двенадцатый миша что кинах подтерся ютбейс миша раглов кейгойс человек с очень нежными ногами можно их помыть поскольку человек это делает не для удовольствия слабые ноги я честно говоря не знаю что это означает медицинских терминах но так так как оно сказано ютгимал миши эйнда а то имею шевесолов клол а чиканей ах понов бимаем вот это то самое слово кинах в другом уже немножко значение человек который не успокоится пока не протрет лицо водой то человек который который но он не может не может сосредоточить не может он настолько болезненно переживает что он лицо не умыл что он не может просто молиться медина мутер по закону талмудическому закону можно ему омыть лицо тем не менее мы уже приняли устрожающий обычай чтобы этого не делать не протирать лицо не умывать лицо даже просто глаза протереть водой мы этого не делаем юмкипур тем не менее если у него есть грязь в глазах глазу то это такой же закон как если бы у него руки были в грязи то есть глаз тоже можно если у него там что-то в глаз попало если у него какое-то загрязнение то можно протереть глаз водой запрещено оставлять салфетку в воде имеется в виду салфетку матерчатую оставлять скажем полотенце или матерчатую салфетку в воде до ёмкипура улынагбо кцас лейтстаненбо чтобы вытереть этой салфеткой вытереть с этой салфеткой то есть казалось бы это было бы не запрещено потому что он не водой умывается а влажной салфеткой но мы этого тоже не делаем бы ёмкипурим лынагбо кцас лейтстаненбо бы ёмкипурим то есть до ёмкипура оставить оставить полотенце в воде или там салфетку в воде чтобы ею протереться в ёмкипур ойлыга виралпонов или просто положить на лицо провести по лицу дэшэма лойтиногэ в ёфэ в ёвай лидэйсхита что вдруг он не не даст воде стечь хорошо и получится что он выжил то есть из-за запрета выжимать мы этого не делаем то есть может быть если бы он так сделал то не было бы запрета мытья умывание но мы это тем не менее не делаем из-за запрета выжимания ёддалэд четырнадцатая ахойлах лидвар митсва мутер лавойр бэмайм человек который идет ради митсва он может пройти по воде ну то есть лужа большая или просто там по пояс в воде может быть ему вброд надо реку перейти а запрет а запрет мыться если он идет ради митсва лидвар митсва то можно проходить по воде тэсвов пятнадцатая ахойла афилу эйнбой сакону больной человек даже не опасно больной просто больной ройхэцкэдаркой он может умываться обычным образом вэхэйн кало и также невеста кол шлойшим ёйм мутерес лирхойцпанэго в течение тридцати дней после свадьбы невеста может это в геморре говорится что в течение тридцати дней чтобы не чтобы не чтобы не быть а да 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 чтобы не стать неприятной вот чтобы не стать неприятной для жениха для мужа она может мутерес лирхойцпанэго она имеет право памыть лицо вэнирэлі но видяться мне шэзэхоёбэйм шэзэхоёбэймэйхэм что это было актуально только в их время во времена Талмуда шлойхоёбэвэтэйхнаэсэсколхайёйм они не проводили весь день в синагоге то есть реально жених видел свою невесту в течение ёмкипура и тогда действительно есть есть опасения а вдруг она ему разонравится с немытым лицом вэйтиру шлой тисна тисгане албало и разрешили это мудрецы гиморэ чтобы она не или мудрецы Мишны чтобы она не разонравилась чтобы она не стала противной своему мужу а волбэзмана зээ но в наше время шэйно ройэойсо калайоэм он её не видит весь день лойша мати шэной гагин лэгэтар я такого не слышал чтобы такое разрешали даже невесте в первые 30 дней после свадьбы ну и что он же всё равно в синагоге где он её увидит за мехицей или придя домой на час чтобы прилечь тезайн шестнадцатая я ещё не знаю о какой страшилке речь идёт а да было бы интересно обсуждать насколько страшной она может стать чтобы по разным мнениям но я думаю что мы на этом можем можем закончить или что да значит дальше законы очень важные очень интересные но мы просто не успеем не успеем я просто смотрю что может быть такое ну самое важное что что ну единственное из самого конца скажу может быть такое очень важное хотя это тоже как бы это не запрет это не обычай что которую мы делаем на исходе Йом-Кипура ну я скажу вот вот тридцать девятый тридцать девятый параграф мавдилин алакойс инми ворхин да ламид хэс тоже очень важное прочитаем цорих лахойсив михойл алакойдышми ад нужно добавить и на исходе Йом-Кипура нужно добавить от будней к святому то есть мы добавляем несколько минут в начале Йом-Кипура чтобы начать его еще до захода солнца и точно так же мы добавляем несколько минут по окончании когда уже вышли звезды еще хотя бы несколько минут ши-ям-ти-ну-ме-ат ахар-цей-закой-ховим чтобы немножко подождали после выхода звезд умис-палалэлэнт филас арвис и тогда молятся марев вы омрин ато ханан тону и добавляют вот это вот то что мы эмоции шабос добавляем ато ханан тону и в ламетес мавдилен тридцать тридцать девятый мавдилен алакойс гавдолу произносят на стакан вина на бокал вина то есть так же как и на исходе субботы вейн ми ворхин алабисомин афилу халба шабос не говорят броху набисомим даже если выпал в шабос вот это интересно это мне это мне довольно странно слышать ну хорошо скажи что что если после того как он закончил бисомим вилой бээм цавдола но не во время не в середине гавдола как мы это обычно делаем когда на исходе субботы мем сороковой ми ворхин аланер афилу кшэхол бэхойль на свечу гавдольную мы да делаем благословение даже если выпадает не на шабос то есть понятно в этом году мы делаем на на гавдольную свечу благословение бойры мэ ойрейхо эйш но даже если вам кипр попадает на другой день недели то все равно делают здесь смысл этого благословения не как в любой другой мэ ойрейхо эйш что на исходе субботы мы говорим благословение мэ ойрейхо эйш потому что огонь был сотворен на исходе субботы вилыхэйн мутар лаворах афилала ор шэхойцы ахшав мина а вон им кове и их и поэтому мы можем говорить благословение на огонь который мы только что зажгли чиркнув кремнием чиркнув камнями или спичками или зажигалкой и так далее а волбирка зо эйшби йойма кипурим но благословение на огонь который на исходе йом кипара это потому что в течение всего дня йом кипара было запрещено пользоваться зажигать свет зажигать свечу вилыхэйн осыр лаворах эладавка алнэрши долог мэрэв йом а кипурим и поэтому запрещено говорить броху кроме как на тот на то пламя которое горело еще которое было зажжено до йом кипара то есть пламя которое горело в течение всего йом кипара ой или другой случай когда можно шигидлик нохреби йома кипурим лыхая ой лыхойла что зажег гой во время йом кипара но не просто так зажег гой для здорового человека а зажег гой для больного для роженицы или для больного шешовас мимлехес исур что там не было нарушения в этом в этом зажигании огня то есть если просто попросить гой зажечь свечу в йом кипар то это запрет он все равно нарушает там шевес там там сказано что и раб твой и рабыня твоя и и есть говорящие что не говорят благословение моё на свечу которая в синагоге и и то же самое что такой же закон если он зажёг дома лыхвой что вот ту свечу которая свечи йом кипура как мы шабастные свечи зажигаем йом кипурные свечи зажигаем до йом кипура она же не для света а для почёта ну во славу йом кипура поэтому по мнению хайодом она тоже не годится эта свеча тоже не годится для того чтобы от неё зажечь гавдольную вэнной хагин ладлик нейра хэйрми нейрзэ уми ворхин алшнеем и поэтому принято зажигать ещё одну свечу которую ставят рядом с этой и вот на неё от неё берут огонь который на который благословляют уми колмоким им эйнлой нэр мутер лэ ворох алмаши хой циминавон им вьядлик нейрми мену тем не менее если у него нет другой свечи вот это мне было странно он же сказал нельзя говорить броху кроме как на ту которая горела до а тут он говорит если нет другой то тогда он должен зажечь новую то есть чиркнуть спичкой или зажигалкой или камнями и зажечь и можно на это сказать броху и он должен немножко подождать чтобы это не было первым первым пламенем которое загорелось и тогда он благословляет на это мэм аллах сорок первая а главное действительно что он сначала сказал осор я даже удивился на такой строгий закон просто для заживания свечи а ну я думаю что он имеет ввиду если есть возможность достать то тогда осор говорить на зажженный сейчас если есть возможность зажечь от того огня который был зажжен который горел весь юмкипор мэм аллах и даже не то что горел весь день а именно свеча которая зажжена была для юмкипора нет именно что нет для вот именно он говорит что не да которая которая была зажжена не для света и не для вот этого не ради праздника юмкипор а какую то мы специально оставляем отдельную свечу которая прогорит или комфорку или и да так в синагогах и делают и оставляют специальную свечу которая нершедолак называется огонь который свеча которая горела мэм аллах сорок первое ойхлин вишойся нусмейхим в эмоции йома кипурим едят и пьют и веселятся на исходе йомкипора д ииса в мидраш шабос потому что приводится в мидраш шабос кол ёйцевы оймер лэху бэ симхо ихлу лахмэхэм голос выходит и говорит идите в радости и ешьте хлеб ваш мэмбэйс сорок вторая митцва тэйкиф ахара авдола ой ахара сиуда ласойкмэ адбасука митцва сразу же после гавдолы на исходе йомкипора или после трапезы то есть человек голодный ему надо выйти из поста ойс фастан но после этого сразу заняться немножко сукой строительством суки им эйной ойейв минатанис если он не слишком уставший от поста к дэликаем ейлху михайл элхайл чтобы выполнить то что сказано пойдут от войска к войску это в тейлим такой посук есть ейлху михайл элхай то есть мы от одной митцвы должны перейти к другой что самое лучшее это от одной митцвы сразу перейти к другой окей мем гиммл мы читать не будем там про то про то что у некоторых людей когда-то было было принято делать два емкипора подряд мы этого не делаем таких людей сейчас нет и хайодом об этом говорит что в наше время таких людей нет которые бы делали два емкипора подряд я скажу что это потому что это раз все ведь остальные праздники у нас удваиваются до Роша Шона удваивается и в Эрице с Ройл и за пределами Эрице с Ройл остальные праздники у нас удваиваются за пределами Эрице с Ройл а емкипор нигде никогда не удваивается почему потому что это вредно Но Тора нигде не заповедует нам ничего, что было бы вредно для здоровья. А второй день подряд Йом-Кипра это вредно для здоровья. То есть два дня подряд полный пост и еда и питье это вредно для здоровья. Поэтому у нас этого нет, несмотря на то, что Роша Шона два дня, в диаспоре все остальные праздники два дня, а Йом-Кипр нет, Йом-Кипр никогда не бывает два дня, потому что это вредно для здоровья.